Новый законопроект связан с безопасностью ребенка, который решил проехать в автобусе без билета. Если он окажется на морозе в неизвестном месте, то может попасть в опасную для жизни ситуацию. За последние несколько лет было зафиксировано даже несколько трагичных случаев, в которых именно действия водителей стали для ребенка фатальными. Рязанцы считают, что высаживать детей, у которых не нашлось денег на проезд, из общественного транспорта недопустимо. Ну мало ли ситуации какая-то жизненная получается. Не дали денег на родителей, или что-то там вышло. Конечно, все там отрицательно. Конечно, отрицательно. Но это вообще для заботы и родителей, чтобы этого не допускать. А все сваливать на администрацию, на водителей, тоже неправильно. Есть родители. Бывает так, родители, многие работают по скользящему графику, ушли там мама с папой на работу, да? И что? И где ребенку взять деньги? Или во вторую смену родители работают, или в первую, или в ночь. Тем более это ребенок. Столько детей пропадает. Сейчас вообще-то жизнь-то какая пошла невозможная. Нельзя, ни в коем случае. Тем более зимой, да хоть и летом. Это нехорошо со стороны водителя. А потому что это действие. Это действие. С ними случится может все, что угодно. Отрегулировать ситуацию возможно региональными нормативными актами. Однако на данный момент только в нескольких субъектах официально запрещено высаживать безбилетных детей на мороз. Минтранс разработал документ, закрепляющий этот запрет на федеральном уровне. Надо сказать, в Рязани неоднократно происходили случаи, когда детей высаживали из общественного транспорта на мороз. Последний из них закончился увольнением водителя, который пытался выгнать ребенка-безбилетника. Жители нашего города считают, что в отношении таких водителей и кондукторов нужно принимать следующие меры. Наказывать, наказывать их надо за это. Водителя надо штрафовать. Можно ограничиться устным предупреждением, что нельзя так делать. Просто провести беседы. Нехорошо, конечно. Не знаю, должна же совесть быть все-таки какая-то у кондуктора и у водителя. В документе указано, что все дети, включая 16-летних подростков, могут проехать в общественном транспорте совершенно бесплатно, если откажутся добровольно платить свой проезд или административный штраф. Однако уточняется, что высадка запрещена, если ребенку может угрожать опасность на улице. В то же время законные представители детей не будут освобождены от уплаты проезда за ребенка и административного штрафа. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».